Майдан Майдан Одно из требований протестующих на Майдане – зачистка власти, то есть увольнение всех чиновников, запятнавших себя коррупционными действиями и участием в репрессиях. Главная цель люстрационных комиссий – судей всех уровней. Мы будем предлагать люстрационную проверку судей по нескольким критериям. Критерий первый – это вынесение политически мотивированных решений в период с 21 ноября прошлого года и за весь период массовых акций протеста. Следующее – мы будем предлагать полную переаттестацию всего судейского корпуса Украины. Третье – реальная проверка имущественного положения судей, насколько он соответствует задекларированным доходам и расходам. Новое правительство начинает работу при абсолютно пустой казне. После того, как там похозяйничала предыдущая команда, в казначействе остался эквивалент 400 тысяч долларов США, в то время как долг государства свыше 70 миллиардов долларов. За последние три года из финансовой системы Украины на офшорные счета было выведено около 70 миллиардов долларов США. Теперь понятно, что вводились средства, которые брались под государственные гарантии представителями предыдущего правительства. Еще одна первоочередная проблема правительства – сепаратистское движение в Крыму. Попытка отделить полуостров будет пресечена всеми возможными способами, заверил депутаты Верховной Рады новый премьер. Сейчас идут попытки покушения на территориальную целостность Украины. Украина использует все законы и конституционные методы для сохранения территориальной целостности государства. Крым был, есть и будет частью Украины. Новое украинское правительство будет работать как минимум до президентских выборов, запланированных на 25 мая. Премьер-министр Яценюк заверил, что не собирается баллотироваться на высший государственный пост.